Всем южанам привет! Мы сегодня выбрались недалеко от Анапы, но уже под Новороссийском. В общем, я в Дюрсо. Мы уже припарковали здесь машину, она чуть дальше. Парковка стоит, ну, 150 рублей, я так поняла, 4 часа или до вечера уже в это время. И мы идём на пляж. Тут у нас есть немножко такая жизнь курортная. Посмотрим, какой пляж здесь, потому что я маме сказала, что здесь будет нормальный заход в море, галечный. Ого, сколько здесь людей! Говорят, что у нас в Анапе битком пляжа. Не только в Анапе. Такой многолюдный пляж в Дюрсо. Ммм, какой здесь воздух шикарный вообще. И здесь вот соломенные зонтики. Красиво всё смотрится с его шикарными горами. Здесь он даже, видите, на таблетки катают. Люди усыпали пляж. Ну, я так понимаю, здесь... О, ну, в принципе, ну, не совсем и грязно, нормально. В принципе, купаться будем, я думаю. Интересно, глубина здесь резкая или нет. Будем с градусником купаться. Там я вот смотрю, вдалеке с камней пытаются прыгать. Вот это вообще крутая тема, да? Нам такую надо было с тобой брать. Зонтик. Под зонтиком. И как раз на весь день можно было на пляж прийти. Ну что, пойдём купаться. Мама ещё что-то искупалась и подумала, что там грязная вода. И медуза, говорит, плавает. В общем, мы идём посмотреть, может быть, будет почище. Может быть, найдём такое. Ну, там вот, по крайней мере, было грязновато. Здесь, я смотрю, много людей. Может быть, здесь даже почище. Мне напоминает, честно, пляж Сухов в Анапе, вот в Кипаисово озеро там, недалеко. Там тоже Галичный, тоже вот. Такой же заход в море, так же вот сразу резко глубоко. Вот единственное, что здесь тоже грязновато. Может быть, там получше посмотрим. Если что, сюда можно вернуться назад. Если видите, здесь стекает речка. Попадает. Мы сейчас будем скоро переходить по речке. Не знаю, что за речка. Здесь прям боковые волны сюда подходят. Смотрите, какие. Лепота. Так, по поводу температуры воздуха. Как всегда, я замеряю же температуру для вас. И получается... Так, у нас температура воздуха 34,5 градуса. Адская жара. Не знаю вообще. Мама говорит, что мы будем с этой стороны, там ручей впадает. Видите, чуть-чуть до него не дошли, он вытекает как раз. Более-менее чистый заход в воду найден. Прям реально есть кристально чистая водичка. О, какой кайф. И пока... О, можно рассмотреть подводный мир. Думаю, что вы наши вещи там оставили. Вот такая панорама из берега еще моря. Очень-очень много прям людей. И буквально, видите, небольшие волны. Но там глубоко. Мама сразу сказала, что здесь глубоковато. Так, 33,5. Вот когда заходишь в воду... А, или там 35. В общем, этот градусник же 36,6 показывает. Прохладно. Вода теплая для тебя? Хорошая? Здесь чище, чем там, да? Вот. И медуз нету вообще, виду, смотрите. Есть, да? А я не вижу медуз вообще. О! Ура! Я кнулась. Мы столько ехали, мы тоже по пробкам, представляете? Здесь глубоко сразу... Основное отличие этих пляжей здесь сразу глубоко. Хотя я вот-вот только отошла от берега. Лягушка уже замеряет. Она у меня в руках под водой. В принципе, она чистая, вода самое главное. Я ее листаю на камне, меня уносят назад. Но мне даже полезно будет. Я столько в машине разгорячет и ехала. У нас машина как эта, печка сейчас работает летом. Кондиционера нет, к сожалению. Вот такие мини-удобства. Сейчас попробую показать, сколько людей в море. Вот, здесь прям поглубже. Там вот прям прыгают с этого обрыва. Ой, как же освежает вода. Не, не знаю, что для счастья надо просто охладиться. Там вообще жарко, кажется... Здесь вода арбузом пахнет. Ага, прям знакомый арбузный запах, потому что камни. Придет капутики. Ну, зато это сносит, и надо двигаться обязательно телом. Уже-то я забыла, что у нас замер идет. Постоянно вытаскиваю его. Ой, кайф. Вот это кайф. Итак, еще отпуск побудет. Потому что прям кажется, что 25 градусов. Ну, не может быть, она такая теплая. Как думаешь, 25 градусов реально? Да, да. Вполне. Ну, вот просто она ниже не опускается. Мне кажется, что 25. Ой, прям сносит, да? Угу. Я взяла подушку. Может быть, с подушкой поплаваю сегодня. Подушка-то запахнет. О, хорошо. Так, короче, там история была, что ребенка на 3 километра на кругу унесло. Представляешь? Родители заболтались, бабушка с мамой, заговорились, а ребенок на 3 километра отходит. Вообще. Такое только в России бывает, наверное. Вот. Прям, не знаю, видно вам будет под водой что-нибудь. Вот. В общем, 25 градусов. Я не буду долго мучить свою рыбку и камеру. В общем, я хочу поплавать. Мне прям вода понравилась. Здесь вот она чистая. А вот там вначале мы подошли. Вообще грязно и много медуз, мама сказала. То есть, нам прям видно было, что она вот в рай. Непонятно, от чего, правда, она грязная. Здесь вот идеально чистая водичка. Даже вылазить не хочется. И никакого песка. Я уже так отвыкла от чувства, когда приходишь домой, и с тебя ничего не сыпется. Сегодня впервые с нас ничего сыпаться не будет. Хотя нет, мы на закат еще пойдем. Так что, по-любому, домой песка все-таки притащим. На этом прогноз погоды сегодня не из Ганапы. Сегодня из Дюрсо. Замечательного пляжа закончен. Будем обратно ехать. А еще, может быть, если будем успевать по времени, заедем в Дюрсо. И вам оттуда я тоже включение сделаю. Поэтому это не конец видео, скорее всего. Но если конец, то конец. Как я и говорила, видео на этом не заканчивается. Мы уже спускались вниз к Абрау и озеро Абрау. Вот оно как раз на видео сейчас. Ну, видите, мы когда с мужем были здесь весной, меньше было зелени и больше было обзора. Но мне кажется, и сейчас вид обалденный. И все замечательно видно. Просто здесь невероятная, конечно, красота. Смотровая площадочка. Видите, тут она деревяшками огорожена. Сейчас мы развернемся и поедем дальше. Все-таки хочется забежать еще немножко в само Абрау и Дюрсо. Там на территорию. В общем, встретимся там. Заехали в Абрау и Дюрсо. Сейчас покупаем две шавермы. Взяли водичку из Абрау. В эколавке уже взяли кефир и йогурт. Тут шавурма, шавурма. Одна сто семьдесят рублей стоит. Недешево. Фонтан! Смотрите, какая красота. Там он прям высоко-высоко-высоко бьет. Пока присели-поели, тут шла организованная экскурсия во главе с организатором экскурсии, гидом. И, соответственно, там то, что понравилось, она тут рассказывала, где фирменные винные магазины. Попробовала четыре воды. Прикольная она виноградная, газированная, ароматизированная. Едем назад. Здесь у нас джимиты. Что-то творится невероятное. Мы уже назад вернулись. Здесь бешеный ветер. Срывает просто листья, не знаю, вот смотрите, что с травой. И там все впереди, аж как будто в белой пелене. Люди идут, а их чуть ли не сносят. Страсть какая! Это что-то сейчас тут, друзья. Я не знаю, как это описать, но это, не знаю, на какой-то ураган, да, похоже? Прям полоса прошла. И было предупреждение от МЧС, что сегодня на территории Новороссийска экстренное какое-то предупреждение, А завтра, получается, с 22-го просто даст там край. Маме завтра уезжать, я что-то так переживать стала. Эти как будто из ниточек сделаны. Тут у нас было, походу, штурмовое предупреждение, потому что висит крестик. Я не знаю, крестик от искупания запрещено, насколько я знаю. Вот уходил уже спасатель, сказал, ну, в этот, в рупорт, получается, сирену отрубил, а, походу, купаться нельзя. Единственное, что видите, у нас кисель тут. Вот ветер дует с берега сейчас. Мама говорит с моря. Нет, не с моря, с берега дует. Вот, походу, вода подостыть должна за денек. Ой. Я не буду сегодня замерять здесь температуру, потому что, ну, как-то странно будет. Я только два часа назад замеряла в Дюрсо, 25. И не удивлюсь, если здесь даже холоднее будет. Привет! 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 Ты сегодня на видео попадешь. Ух ты, какая шишка! Спасибо большое. Даша? Даша, я даже запомнила. Даша? Андрей и Лена. Андрей и Лена. Привет можете передавать на видео. Видели Юру? Да, мы же поздоровались. Поздоровались? Тут сейчас купаться, типа, нельзя. Вот, выходили, выгоняли с воды. Ждем смерть. Классные водовые. О, ветер, видишь, какой-нибудь с берега. С берега не с моря, вода на нас, лед будет. Так что иди купайся. Да, не купаемся. А, не, не купаемся, да? Ну, ладно. Вот он и разница. Что будет здесь сейчас? Что будет? Почему нельзя купить? Ого, даже так? Сказал, что может... Ой-ой-ой. Ой, вообще, вот просто страшное что-то. Вообще, жесть. Что-то я хочу назад. А Юрий хоть бы хны, он пока не отчелкает, он не уйдет с бархана. Мы фотограф от Бога. Какая реально страсть как-то творится. И главное, заката, скорее всего, сегодня тоже не будет. Вот тебе перед отъездом смерть. Спасатель сказал, в любой момент может просто взять, поднять все это в воздух и, ну, и унести в море. Поэтому лучше воздержаться сейчас от отступания от всего. Повернись спиной, покажи. У тебя же там енот, два енота. И у тебя енот. И даже у тебя. Вот это да. Вот она, банда енотов пришла. Представляете, какие молодцы. Мы всех ждем. Дресс-код енотовские футболки обязательно. Ну, или что-нибудь с енотом. Может, значок какой-нибудь. На этом прогноз погоды. Сегодня не из Данапы. Сегодня из Дюрсо. Замечательного пляжа закончено.